Следующий клинический случай демонстрирует Василий Андреевич. Василий Андреевич, случай будет клинический. Как он у вас будет трактоваться? Радиорезистентность, да? Представляем вам слово. Пути добра. Спасибо большое. Глубоко уважаемые коллеги, вам представляется история, которая началась в 1999 году. У пациентки был диагностирован мугоузловой зоб нетоксический, была выполнена пункция, и по пункции биопсия была, аденома под вопросом, рак под вопросом. В одной из городских больниц ей была выполнена субтотальная резекция с составлением участка ткани, соответственно, с участком левой доли. К сожалению, в послеоперационном периоде у пациентки развился парез, точнее, был обнаружен парез с той стороны, с которой была. Соответственно, выполнена гематериодектомия. И в послеоперационной гистологии филиарная карцинома с инвазией капсулы и инвазией сосудов. Дальше пациентка выпадает из-под наблюдения, и в следующий раз фактически... В 2012 году самостоятельно по непонятным побуждениям выполняет ПЭТ-КТ. Что она пыталась выяснить в тот момент, было непонятно, но обнаруживается массивное накопление в области обеих легких и в паратрахиальной клетчатке справа. Собственно, здесь мы с ней познакомились. В пациентке была выполнена онкогольная аспирационная биопсия, обнаружена по УЗИ образования паратрахиальной клетчатки, подтверждена метастаз популярной карциномы, выполнена селективная центральная фодисекция. На тот момент мы решили отказаться от выполнения, удаления остатка доли, так как это была та сторона, на которой был единственный, сохранивший свою функцию, возвратный гортанный нерв, а связка занимала медиальное положение, поэтому риск, соответственно, двустороннего параза с нарушением фонации нами был расценен как высокий. Пациентка была направлена на радиотерапию, которую получила в клинике Ида Таллина, это бывшая железнодорожная больница, она получила 200 миликюри, и они описывают, соответственно, накопление в обеих легких, и по данным эффекта КТ, и, соответственно, лимфоузлов в боковой клетчатке слева. Собственно, это планарные сканы, и, соответственно, уже сам эффект КТ. Пациентка, соответственно, вернулась. Была запланирована повторная радиотерапия, которая, собственно, уже является частью дальнейшей истории. То есть в начале популярная карцинома, ПЭТ обнаруживает очаги. На момент первой операции пациентке было 44 года. То есть по нынешней классификации в этот момент она имела вторую стадию, если бы было известно про метастазы. На момент, когда она возвращается к этому вопросу, соответственно, уже немножко другая история. Вторая радиотерапия. Точно так же 200 миликюри. Происходит это через полгода. И здесь, соответственно, описывается, что накопление уже у пациентки отсутствует. Радиоид негативный метастаза. Тириоглобулин на момент радиоиода 431. Это стимулированный тириоглобулин. А при предыдущей радиотерапии был 202. Антилавы в обеих случаях были, естественно, негативные. Пациентка, ну, собственно, сканы планарные. Мы видим, что там, где было до этого густо, теперь пусто. То же самое и на эффект КТ. Только физиологическое накопление. Возникает вопрос. Ну, естественно, первый вопрос. Осталась ли болезнь? Здесь, наверное, сомнений никаких нет. Тириоглобулин вырос. И следующий вопрос, естественно, что делать дальше? Тем не менее, было принято решение направить пациентку на видеотракоскопическую резекцию новообразования или вправо легкого для того, чтобы морфологически верифицировать метастаз. Мало ли, там, два конкурирующих заболевания, одно из которых, как бы, были метастазы одного, остались метастазы другого. Как бы, доказали гистологическое исследование, подтвердило, что и иммунофенотипы, ну, собственно, и иммуногистохимическое исследование подтвердило, что это, соответственно, попилярная карцинома. Вот, метастаз попилярная карцинома. Я экспрессировал тириоглобулин, галектин и прочее. Соответственно, пациентке повторно выполнено ПЭТ-КТ для того, чтобы оценить, как бы, активность на момент подготовки к эффекту КТ. Повторно, естественно, мы делали, в смысле, ПЭТ-КТ на фоне отмены левотероксина для того, чтобы увеличить вероятность накопления. И в этот момент стимулированный тириоглобулин на фоне трех недель отмены, соответственно, составил то, что 243. То есть мы видим какое-то, по всей видимости, снижение по сравнению с предыдущей стимуляцией, но, тем не менее, как бы, процесс остается. И на ПЭТ-КТ признаки гиперметаболических образований в левой доле щитовидной железы и легких, и, соответственно, в проекции левого желудочка. Дальше возникает вопрос, что мы будем с этой пациенткой делать. С учетом того, что у пациентки вопросу, ну, ради ее трезистентном раке, ну, в общем-то, не стоит, это подтвержденный факт, возникает вопрос о том, что с ней делать дальше. В России зарегистрирован только Наксавар. Другие гипетеры, тирозинки, нас можно назначать фактически только оффлейбл и только за счет пациента. Возникает вопрос, можно ли получать Наксавар за счет государства. Соответственно, пациентка неоднократно обращается к разным специалистам, достаточно, как бы, ну, в авторитетных учреждений, которые все рекомендуют одно и то же. Наксавар. Наксавар. Соответственно, Наксавар, да. Если посмотреть по датам, октябрь 2013 года, мая 2014 года, август 2014 года, на данный момент пациентка получила наконец-таки за счет бюджетных средств Наксавар. К сожалению, еще рано докладывать о результатах. Пока что мы можем только сказать, что у него удовлетворительная переносимость, по крайней мере, нет побочных эффектов, которые бы заставили корректировать дозировку. Но основной вопрос, который остается, будет ли результат. И один момент, на котором хотелось бы остановиться, когда вот мы говорим про 600 миликери, активность, которая, собственно, суммарно является тоже отдельной границей по части эффективности, мы вот вспоминаем то, что есть уже работы, которые посвящены тому, что ингибиторы тирозинки нас способны восстанавливать, радиочувствительность, и, соответственно, многие пациенты, к сожалению, с радиорезистентным раком щитовидной железы уже прошли безопасную зону в 600 миликери, то, что было доказано Мартином Шлембурже, что вот это пограничная зона, когда риск вторичных опухолей начинает резко расти. Поэтому у этой пациентки конкретно еще и запас, по крайней мере, в 200 миликери, будем надеяться, что на фоне терапии мы получим хотя бы какой-то ответ, а может быть даже получим возможность вернуться к радиотерапии. Спасибо за внимание. Алексей Алексеевич, да, спасибо большое за интересное очень сообщение. У меня есть такой вопрос. Скажите, пожалуйста, когда она пошла через 12 лет делать КТ, какие-то жалобы у нее, наверное, были? Мы не знаем. То есть это осталось все за кулисами? У нее была в промежутке между вот этой операцией и встречей с нами выполнена операция гинекологическая, там вроде бы заключение было доброкачественное, тем не менее у нее, видимо, зарастала онконосторожность, и ей было рекомендовано самостоятельно сделать под КТ. Собственно, вот точно побуждения я уже сказать не могу, потому что это... Ну, какие-то причины. Скажите, пожалуйста, а на фоне вот того, что она уже лечила в течение двух лет, выходит, у нее какая-то клиника была метастазов лёгких или нет? Нет. Да, жалоб у нее не было, это бессимптомный в этом смысле, слава богу, пациент, но она... Спасибо. Я вот хотел бы предложить Андрею Алексеевичу прокомментировать данную ситуацию. Будьте любезны. Спасибо за предоставленное очередное слово. Вот я, может быть, прослушал насчет того, чтобы это были позитивные очаги по 18-й глюкозе, это понятно, а рентгенологически было подтверждение, то есть визуализировалось при рентгенологическом исследовании, имело это отображение какое-то... Да, во-первых, ну, как бы, все разы, это был эффект КТ, то есть комбинирован с КТ, и там... Бэт-сети. Бэт-сети, значит, очаги накопления изотопа видно очевидно. Да, совпадающие с, соответственно, объемными образованиями. Рентгенологическое проявление было. Да. Рентгенологическая картина подтверждала наличие... Совпадало с то, что подано на компьютерной томографии, даже совмещенное исследование. То есть очаговые тени присутствовали. Да, да. Понятно. Значит, я тогда немножко прослушал. Ну, вот для меня тоже, конечно, достаточно странная ситуация в плане того, что опухоль настолько быстро потеряла дифференцировку. И вот это один из вопросов, который я хотел адресовать коллеге. Возможно, наши таллинские коллеги как-то прокомментировали эту ситуацию. Странно, что действительно после первого курса это случилось. Вот наша практика показывает, что обычно такая ситуация развивается после нескольких курсов. Вот как я для себя мог бы объяснить? Ну, скажем так, что несмотря на моноклональную теорию происхождения опухолей, вот все-таки высоко дифференцированный рак щитовидной железы никогда не является, наверное, полиморфным, вот в гистологическом плане типом опухолей. То есть, если мне память не изменяет, к настоящему моменту описано, по-моему, 19 типов популярного рака щитовидной железы, причем в одном и том же опухолевом очаге может присутствовать несколько гистотипов. Соответственно, один из клонов отреагировал на лечение радиоактивным йодом и дал свою какую-то картину. Остальные клоны остались резистентны к этому. Есть еще более свежие мысли в плане именно канцерогенеза и развития опухоли. Наверное, присутствующие здесь в зале слышали многократно о наличии стволовых клеток. Так вот, доказано наличие раковых стволовых клеток. И, скажем так, то, что мы можем справиться и отчасти лет 10-15 в своих победных реляциях на всех уровнях мы говорили о достижениях, о том, что радионуклиная терапия, в частности радиотерапия позволяет нам как минимум у четверти пациентов с отдаленными метастазами добиться полной рентгенологической ремиссии, а у три четверти пациентов иметь четко выраженный клинический эффект в плане частичного ответа или стабилизации. Сейчас акценты сместились действительно на сторону вот этой вот меньшей части пациентов, которых мы не видим эффекта. И вот, наверное, все-таки здесь роль раковых стволовых клеток имеет определенное значение. Хотя вот, честно признаюсь, вот для меня тоже вот такой случай явился сюрпризом, чтобы после первого курса действительно потерять депсиненсировки. Спасибо. Спасибо большое. И вам, Арсений Андреевич, большое спасибо.